Так, добрый вечер, Касая Алиев, вот, сейчас у нас идет уже вторая часть, да? Слушай, ну как это замечательно, да, ну давай, спасибо, Алексей, давай, спасибо. Да, всех я прошу, чтобы поставили лайки, чтобы мы видели, что вы смотрите, побольше комментариев ставьте, чтобы мы знали, на какие вопросы мы будем задавать, и вот этот вопрос именно разбивать именно, как ее правильно выполнять методики, чтобы у вас вот эти вопросы ушли, как говорится, и с ментальной, и вот это освобождение в теле происходило, правильно? Я, 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 ну, хорошо, хорошо, будем делать, как будто бы... Да, но это не сегодня. Я походу постараюсь понять. И мы сегодня какие вопросы будем разбирать. Несколько вопросов, если тайну, которую не рассказывал нам еще никогда касая аллею к нам. У него есть такая тайна. Это повестка нашей встречи. Есть тайна, которую я никому никогда не рассказываю. Здесь нужно нам рассказать сегодня. Видишь, я уточняю. Я всегда уточняю, потому что я профессионал. Чтобы всем было понятно. Что дает нам методика ключ по здоровью? Почему именно методика ключ? Какие нам дают преимущества для здоровья? Потому что мы знаем, что здоровье идет на первом месте. Как именно систематизируется душа, тело, разум? Понятно. У меня вот это тоже очень важные такие. Спасибо за вопросы. Хорошие вопросы. Да. И начнем как с традиций нашей. Поделитесь, пожалуйста, еще картинками вашими, которые вы показываете. Меня это радует. Давай. Давай я поделюсь картинами. Поделюсь. Ну у меня же их было 500. Я их просто подарил, пока я рисовал. Когда я рисовал. 20 лет я рисовал, учился. Я же не знал, что я шедевр делал. А теперь они во всех частных коллекциях в мире находятся. А теперь я жалею, что я некоторым отдал просто так. А он не бережен был к ним. А куда-то делал и даже не знает куда. А другому отдал так. А другой, наоборот, повесил у себя в спальне, в хорошей раме, когда я был у него случайно в гостях. Он говорит, хочешь свою картину посмотреть? Я говорю, да. И он меня зовут в спальне. Я не поверил, что это я рисовал. Он понимает, что у его картины, говорят, должна быть рама. Да. И свет. И уважение. И внимание. И та картина хороша, которая больше задерживает наше внимание, которая больше заставляет нас думать. О, какой интересная вещь я вам дарю. Вот такой большой ценитель. Ну ладно, сейчас покажу, покажу. Давайте. Радуй. И поэтому сейчас я рисую, конечно. Но я рисую теперь просто так не дарю, а только избранным друзьям, которые любят мою живопись, которые пришли ко мне несколько раз, ну пообщались, пообщались, и у меня появились впечатления. И я поэтому по впечатлениям могу создать образ. Я же не рисовать еще так академически прошел в практику. Я рисую как могу. Нет, я художник. А вот я поэтому такой образ есть у меня недавно. Я жду человека, который приедет ко мне. Видишь? Да, да, да. Который приедет ко мне из Рязани. Которая там вводит хороводы. Вау. Энергетистские. Которая фланкирует сабли, фланкирует с шашкой. Вау. Да. Ее фамилия Крамер. А эта картинка называется Крамер. Смотри глаза какие. Ага. Ну вот тут много чего есть. Я ее жду. Почему? Потому что мы с ней проведем съемку здесь у меня. Съемку. Она хотела попрыгать, побегать по битным стеклам. Вот. Она хотела, чтобы я бросил на нее нож, и нож отпрыгнул от нее. Как от резиновой каучуковой куклы. Ага. Она говорит, вы правда это умеете делать? Я говорю, слушай, я это показывал в 80-х годах по телевизору показывал. По центральному. Ага. И говорил, что это фокусы. Я всем объяснял, что это фокусы. Она говорит, мне не важно, вы мне покажите, что неужели я так смогу сделать. Я говорю, наша школа хомофутурусов, человек будущего, она как раз для того, чтобы отделять фокусы от фактов. Я эти вещи показывал тогда по телевидению. Для того, чтобы сказал, это фокусы, друзья, и бегание по уголям горящим. И когда делают многие такие вещи, как протыкание тела и так далее, там есть много фокусов. Поэтому надо отделять мифы от информации. Наша школа для того, чтобы многим людям открыть глаза. Она приедет ко мне, и мы с ней будем, я сейчас готовлю бутылки набить, чтобы она на них прыгала. И еще при этом флантировала шашкой. Ох, вот это. Просто я думаю, где теперь эти бутылки взять, слушай. А лимонадку бить. Буратино сейчас начали продавать лимонады. Как говорится, доктор Алиев, теперь в своем возрасте, чем занимается? Бутылки собирается. Да? Хороший же. Юмор какой, да? Ну ладно, давай вопрос. Давайте, вопрос. А как систематизируется именно тело, душа, разум? Вот, теперь методика ключа. Как синхронизируется тело, душа, разум? Да. И сразу следом она, что дает она, какую функцию для здоровья? Да. Хорошо. Давай, ну, вначале ответим, ключ помогает здоровью или нет, да? Да. Давайте так. Вот когда в 87-м году утверждали метод ключ Минздравом СССР, у меня есть методические рекомендации главного лечебного профилактического управления Минздравом СССР в 87-м году с номером подписанным и так далее. Там главный психиатр Москвы. Там мой научный руководитель по этим методическим рекомендациям был. Директор института сербского, академик Морозов Георгий Васильевич. Его подпись там. Я там проводил исследование в институте сербского. И там написано, метод ключ предназначен для психопрофилактики стрессогенных заболеваний, психосоматических расстройств и нервно-психических нарушений. Для психопрофилактики. Там не написано для лечения. Там написано для психопрофилактики невротических нарушений и психосоматических заболеваний. И оптимизации процессов обучения, тренировки, оздоровления. Оптимизации. То есть, если, допустим, ты оздоровлением каким-то занимаешься, любым, любым, по любой программе, то добавишь туда элемент ключ, то ключ оптимизирует весь процесс. То есть, он позволяет твою программу, ну, ты, допустим, ты занимаешься оздоровительным там чем? Массажем там или бегом, или плаванием, или там иглотерапией, или чем бы ты ни занимался, если ты добавляешь элементы ключа, то вся программа повышается в эффективности. А сроки достижения результатов сокращаются. Я понятно объясняю? Да, да, да. Я понимаю, о чем. Потому что, как кровообразие там, получается, идет везде-везде, наполняется все тело. Правильно? И поэтому очень... Да, да, конечно. Ну, вот, допустим, я работаю с людьми, которые онкологически больные. Или... Их много очень. Да, ну, я с ними даже по скайпу работаю вечером. Как я им помогаю? Ну, им проводят химию, допустим, им проводят операцию, ждут там, или еще какие-то случаи, да? Ну, им же всегда нужна любому человеку, который находится в состоянии, ну, там, депрессии, тревоги, страхов. Да, ну, любому поддержка нужна, правильно? Конечно, конечно. Он же еще не обученный к лечу, он попал в эту ситуацию и не знает, и он теряется там. Да, энергия у него туда уходит вся. Когда он уже обученный, когда он обученный человек, у него этого рака не будет. Согласен. А раз он попал уже туда, он не обученный, он не знал, что это такое вообще. И теперь у него такая проблема. Чем бы его не лечили? Химию бы ему там делали, операцию ему делали, еще там разные методы. Но если ему ты делаешь поддержку, то есть даешь элементы ключа, то есть покажешь ему приемы, которые он может сделать в этих условиях, в которых он находится. Потому что простейший прием, простейший, который может ребенок делать, потому что эти приемы деланы из природы. Я наблюдал за тем, что делают люди в экстремальных ситуациях, инстинктивно. Что делают люди на морозе? Они дрожат, дрожат на морозе. Я задумывался, почему они дрожат? И потом я попробовал человеку, который в теплом состоянии находится, не на морозе, тоже подрожать. А у него стресс снялся. Оказывается, дрожание, вызываемое морозом, чтобы стресс снять, который вызывается морозом. То есть ты связь понимаешь, да? Да, 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 я понимаю. Я это в школе объясняю. Это на север надо ехать. На некоторые связи, которые раньше на это не обращали у него. И вот то же самое. Бегун, когда он бежит, и дыхание у него ускоряется, и сердце бьется чаще, 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 еще чаще. И вот он добегает до такого состояния, когда у него сил нет, он думает, сейчас он упадет, ну надо до финиша добежать. И он из последних сил, вот из последних сил, он так сосредоточен, так напрягается, что еще шаг. И вот этот последний сил, пик высочайшего напряжения, и он преодоляет, и в дух у него легкий. Как второе дыхание говорят, да? Говорят второе дыхание? Да. А ты мне задал вопрос, как соединяется ум, душа и сердце? Это и тело, да? Вот, через точку повышенного напряжения, потому что в этот самый предельный момент он не мог ни о чем другом думать, кроме как об этом действии, об этом шаге, потому что если он не социально точной силы, он преодолеет этот болезн. И он собрал все в одну кучу, в один кулак, преодолел, и в нее пошла легкость. А это же самую легкость он мог бы получить по-другому. Натялил же. Если бы он в ритм бега вошел вначале, как говорил один марафонец мне, самое главное в беге найти бег. Это что означает? Ритм найти. Поэтому марафонцы, марафонцы, они умеют найти ритм и могут бежать бесконечно. Это же то же самое второе дыхание, только здесь с помощью, без перенапряжения, а здесь с помощью перенапряжения. Это два подхода к синхронизации и к согласованию психических и физиологических процессов. Для подхода, это восточный запад, это через перенапряжение. И западный войти в ритм, это восточный войти в ритм. Войти в ритм, слиться с природой, эволюция, деяние без деяния, недеяние, путь дау, путь медитации, это восток. А через преодоление, через революцию, через рекорды, через прогресс, через динамику, через результат, несмотря ни на что, это западный путь. Вот оно, ключ. Я показываю, вы можете пойти в каком-то моменте по западному пути, а можете пойти по восточному. Вы можете, делая какие-то приемы, найти ритм их повторяемого действия, или вы можете сразу выходить на это состояние с помощью идеальнофекторных приемов путем левитации и так далее. Или вы можете сделать нагрузку большую, как во время бега. Ну, отожмитесь там 10 раз от пола. А потом любое рефлекторное действие у вас легче получится, потому что после напряжения идет расслабление. Ну, короче говоря, я здесь долго говорить не буду. Да. Я просто вехи обозначил, чем это отличается. Это у вас. Я им скажу, чтобы они мне сейчас не звонили, потому что мне постоянно приходится. Я сейчас не могу, я сейчас запись произвожу, мы потом поговорим. Да. Сейчас, секундочку. Через полчаса, через полчаса. Хорошо? Так, и такой вот вопрос. Есть ли тайна, которую вы еще не рассказывали никому? На уши даже. Что же? Ну, конечно, у меня тайна есть, я же не буду рассказывать некоторые вещи. А, или ты имеешь в виду именно по ключу? По ключу именно. А, понятно. Есть у меня ключ-2. Ключ-2. Я оттуда вот элементы даю на школе, которые позволяют использовать энергию стресса для изобретений, для создания шедевров, для того, чтобы человек мог планку цели резко поднять. Допустим, ему в голову не приходило, что он может быть чемпионом мира. По какому-то виду спорта. Ну, а мы с ним работаем, и там элементы ключ-2. И у меня несколько чемпионов. Я вот правильно понимаю, помните, вчера или позавчера девушка написала, а я хочу найти свое призназначение. Это как раз через ключ-2 она и найдет свое призназначение. Вот, видите, мы отвечаем на комментарий уже, который писал девушка. Отлично, отлично. Как говорится, у тебя все под контролем. Молодец. Молодец, Алистин. Очень хорошо. Значит, тайна заключается в том, что я даю только часть этого включать банку. Называется это часть стресс-трамплин. Если кто выйдет ко мне на сайт стресс-су и на сайт хасай.ру, то там есть, на главной странице стресс-су, даже там есть стресс-трамплин, ключ-2, там намекки. И там у меня один парень, и я сам тоже, вращаясь с бешеной скоростью. А мне кто-то написал, слушайте, ну суфи тоже вращаются. Я говорю, они с бешеной скоростью не вращаются. Они вращаются в обычной ритмовой скорости. Причем не все, потому что одно время вся Европа смотрела на суфи, которые так вот вращались и удивлялись, почему их не тошнит, почему голова не кроется, почему у них рвота не возникает. Потому что он выбирает людей, выбирает, и потом они и молитвами занимаются, они и голоданием занимаются. Ну, они, кроме того, что вращаются, у них же целая обратная система есть. А у меня любой человек вращается еще и с бешеной скоростью, которая совсем по-другому. Другими словами, время останавливается. Надо знать технику безопасности, потому что если вот это показать, он возьмет, почитает у меня на сайте, увидит, как я кручусь там вот так вот вращать. Я видел это. И он начнет так делать. Я не знаю, техники безопасности. У меня был один такой случай, когда парень ко мне пришел, я все это умею делать, я научил меня вращаться сюда, я ему сказал, давай. Он начал вращаться, я ему сказал, только слушай меня. И ровно через три секунды я ему сказал, хватит. А он, да не, мне так хорошо, я кайф поймал. А нельзя так, потому что он так, я ему говорю, хватит, я говорю, что? А он кайф поймал. Ну, больше напряжения. Снял сразу, он удивился, и теперь ему кажется, теперь ему море покорнется. И он крутится. А у него вес у него было сто с тысячем килограмм. Здоровый парень. И вдруг какой-то момент, он упал, ты понимаешь, он не рассчитал, потому что у него инерция веса была большая. Он резко остановился, и упал, опрокинулся, ударился. белый стал, как мел. Я его выводил из этого состояния, из этого обморока, по щекам ему надавал, он так выходил. Я ему сказал, слушай, сядь. Он сел. Он говорит, теперь я боюсь еще больше. Я говорю, ну, конечно, ты боишься еще больше. Ты создал шипку в голове. Тебе кайф был, потом резкое падение, у тебя шипка, попал, шипка, возбуждение, торможение, а теперь у тебя есть страх. Так формируется, так формируется по разным причинам хобические реакции. Шипка, шипка. И он говорит, что ж теперь делать? Я говорю, а теперь делать надо. Надо инструктора слушать. Потому что, когда я тебе сказал, стой, надо было остановиться, а ты в кайф попал. И ты подумал, что теперь тебе море по колено. Поэтому надо знать технику безопасности. Поэтому я эту тайну, всего ключ два, не раскрываю. Потому что с этим ключом два можно и атомную бомбу придумать заново, новую, себя на кухне. Понимаю? Я поэтому не хочу, чтобы не в те руки это попало. Это очень серьезный метод. А ключ два. Элементы, пожалуйста. Это всем полезно, это всем безвредно, это всем так полезно. И эти онкобольные, и те, которые учатся вязать, и рисовать, и на барабане играть, и на велончелях, и петь, которые учатся. Им так это полезно. Ну а вот тайна моя, вот в этом, что я не даю, то, что нельзя. Правильно. За все надо, за все надо платить. За все надо платить, он заплатил тем, что у него шишка на голове осталась. Да, уже шишка выросла. И вот, и сам последний вопрос, который у нас был вчера, или позавчера, мы хотели такой вопрос поднять, солнечный магнит. Солнечный магнит. Да, вы говорили. Слушай, дело в том, что у меня несколько лет назад, несколько лет назад, есть видео, есть видео, и там мне задавали вопрос, почему и что является притягивающим в человеке, без всяких слов. Вот, допустим, ты идешь по улице, почему все смотрят на тебя? Или ты пришел в ресторан, почему все смотрят на тебя? Или там ты сидишь на свадьбе, у кого-то в гостях, а все время от времени на тебя смотрят? Почему? Даже те моменты, когда ты не говоришь, что ты министр, и сколько у тебя денег там, и что ты приехал на Рос-Ройс, и когда ты никто ничего не знает. Почему все смотрят на тебя? Ну, вот это несколько лет назад так было, у меня в Ютубе есть это самое, я говорю об обаянии, об обаянии, о том, что ты солнце. И в книге у меня 96-го года, которая называется «Защита от стресса» или «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях», там с этого и начинается «Я солнце», «Я солнце». С обаянием, потому что если ты внутри свободен, внутри свободен, запомните, пожалуйста, если ты никому ничего не должен, если ты в этом состоянии находишься, когда ты никому ничего не должен, я хочу, чтобы ты прочувствовал этот момент. Я ловлю. Это состояние свободы. Ты не должен огибаться, ты не должен притворяться, ты не должен обладывать, ты никому ничего не должен, ты можешь быть самим собой. Да, но ты же можешь быть самим собой только в направлении какой-то деятельности. Да. Например, полезной. Вот когда ты занимаешься полезной деятельностью для себя и для других, полезной, полезной, ты можешь быть свободен, которая соответствует этой деятельности, соответствует твоим талантам. Когда твои таланты, то, чем ты занимаешься, это то, что тебе нравится, то, что ты любишь, потому что все хорошо, что сделано с любовью. Вот критерий. Все хорошо, что сделано с любовью. И тогда, когда ты с любовью занимаешься чем-то, и ты никому ничего не должен, а делаешь это от души, как говорится, тогда ты можешь зайти в ресторан, сидеть с кем-то, разговаривать, ты никому ничего не должен. Это состояние души, это состояние души, ты можешь быть кому-то должен, но это состояние души воспитывается с помощью метода ключ. Когда ты хочешь, ты можешь стать свободным, самим собой, и тогда у тебя появляется луч обаяния, ты магнит, который притягивает к себе внимание, вообще можно ничего не говорить, у девушек, у мужчин, вообще можно ничего не говорить, но ты заходишь и все на тебя смотрят. Да, смотрите, насколько вы по скале обаятельны, да? Да, а чтобы быть таким обаятельным, нужно быть внутренне свободным, а чтобы быть внутренне свободным, надо как раз пройти мне этот ключ, потому что ты бываешь внутренне свободным, бываешь, когда ты никому не должен. Ну, случайно, спонтанно, по каким-то обстоятельствам, или когда тебя похвалили, или когда тебе подарок сделали, или когда тебе комплимент сделали, или когда ты перед зеркалом стоишь, причешься и вдруг поймал, что ты красивый, хорошо выглядишь. Вот тогда у тебя поднимаются крылья, а в другой раз нет, а вот чтобы ты тогда был таким, каким ты всегда, когда ты хочешь, чтобы ты сознательно был таким магнитом обаяния для всех. Да, это же как раз и надо потренироваться по методу круче. Я еще раз хочу сказать, для личного использования, для личного использования, любой человек может взять книги мои, у моих учеников специалистов, их много, заниматься. Вот есть люди, которые свидетельства мои имеют специально с моей подписью, там номер и прочее, десятая, спросите, если у тебя, ты проходил в школу? Проходил, вот он покажет свидетельства, да. Такой психолог, где врачи, коучи, там много-много по всему миру. Но вот, чтобы тренировать других людей методу ключ, надо, чтобы у меня проходили. То есть, для себя, пожалуйста, пользуйтесь, берите книги, обучайтесь, а чтобы там команды какие-то тренировать там или что, так надо же у меня сначала научиться знать технику безопасности и так далее. И тогда это будет чудеса, давай. Да. Вот. Понятно, это объяснил или нет? Да. Если правильно тоже, вот сейчас, вот даже у нас время чуть задержалось, чуть больше, да, но я задам это все равно вопрос. Если человек, да, если человек сидит, ничего неохота делать, он же правильно, энергию его задней прошлой программы держит, правильно, он ничего не хочет делать, поэтому ему действует, неохота ничего делать, правильно же? А через перечень... Пусть не делает, пусть не делает. Еще раз говорю, истина в контексте. Истина в контексте. Надо объяснить, что за условия. Есть условия, когда ему ничего не хочется делать. Лентяй, лентяй. А, ну вот так и надо разговаривать. Лентяй, именно. Я в этом прошлый раз говорил, как мой сын сказал в свое время, если бы люди понимали друг друга, и проблемы не было. Да. Надо всегда объяснить, да, да, потому что один человек сидит, ему нечего делать, не хочется, потому что он только-только 40 минут штампу поднимет. И как раз после напряжения у него идет разгрузка восстановительная, это правильно, ему и не надо ничего в этом моменте делать. А если он просто уже месяц никак не может приступить к чему-то, а ему надо это сделать, и он никак не может приступить к чему-то, а ему надо это сделать, он знает, что надо там, а ему неохота. А, ну как побежать лень, да? Да, да, да. Так у меня в одной снеге написано «Ключ, находка для ленивых». Вот, видите, прочитать это обязательно. Давай в следующий раз поговорим, почему это так. Давайте. Давайте. Ну все, спасибо за такое вот прекрасное интервью сегодня. Спасибо тебе, Алексей, спасибо всем, кто нас слушает. Да. Чем больше нас будет в школе Homo Futurus, тем лучше. Да. Потому что у многих откроются глаза на простые вещи, потому что все, что соответствует природе, это полезно и правильно. А если человек идет вопреки природе, обязательно происходит нарушение. Да. А в Библии написано «Вопреки природе» знаешь, что такое? Что называет то, что «Вопреки природе»? Как называется, каким словом, знаешь? Нет. Вот это нет. Грех. Давай, до встречи. Все. До встречи. Все. Спасибо. 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 Продолжение следует...